приветствуем всех и пожалуй мне очень сложно будет объяснить произошедшее потому что фактически все что мы видим на территории бывшей империи это наши марионетки ну или земли которые находятся под нашим непосредственным контролем рад что речников было решено отпустить ибо они пони магрифоны не будем так сказать повторять ошибки прошлого тем не менее поскольку нужные территории под нашим контролем и соответственно домов не существует мы можем объединить наконец-таки эти дома ну посмотрим получится ли а и да в чем еще дополнительная странность против империи воевала вингвардия и кризалис но как видим по итогам по какой-то причине в мирной конференции они не участвовали так что все что нам остается это дождаться соответствующего точнее соответствующих фокусов поскольку дома эри эрли сошлись политической арены мы должны интегрировать их землю чем мы кстати не занимаемся в принципе ниже причин чем-то еще тут заниматься поскольку все что надо мы так же натворили и не раз у нас пахта на нападение но это из-за того что мы еще воевали против лиги кстати лига вот раз опять отличился она воевала против племен вайтейла ручеграда фарбука и уловых деревень результат как мы видим на лицо а здесь кризалис продолжает воевать с вингвардии так что в данном случае наше решение не заключать ни с кем союз окончалась верным что саботировали завод на вроде как наших территориях а тем не менее вот странность сохранилась хоть территории показана нашими контролирует их официально оленя тем не менее это не мешает нам изучать фокус главное чтобы это не привело к слишком уж плачевным последствиям по крайней до того как мы изучим эти два оставшиеся фокуса ну и наконец-то древняя слава старые королевские земли румеры теперь снова под нашим контролем пришло время возродить наше королевство так мы получим базовую стабильность поддержку войны соответствующий дух о кстати артурянский орден переродился так получим национальный дух ладно не прочтем так ежедневная стоимость политической власти минус на 25 фактура на обязанности не 15 процентов да очень нужно после того как вся основная движуха закончилась скорость станет дивизии атака дивизии защита дивизии правда национальный актив только и баронство станет королевством до завода у нас есть но скажем так нам и так всего хватает а это пакт буянит стоп они что а ну все правильно поскольку земли теперь принадлежат нам чейджинги лишились поддержки и немножечко вымирают ладно невольно помогли коллегам грифоном тем больше что это уже нейтралитет кстати как там кризая себя чувствует весьма неплохо правда что теперь ей придется напрямую высаживаться в вингбардию здесь конечно она подобное проделать сумеет ну интересно будет каком-нибудь события или таки нет а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Как с нами отменяют договоренности. Но в этом нет ничего странного. Это еще успеем перенаправить. Оу. А кстати, мы же и не могли изучить. А, то есть импера должна была достичь какого-то состояния, чтобы мы готовились к противостоять ей. И это при том, что империя была у нашего порога, и мы в тот момент сделать ничего не смогли. Ну что ж. Так получается, что у нас есть фокус, который мы опять же еще не изучили. Но с другой стороны, просто дают укрепление. Хотя и небольшой фактор военнообязанности не присутствует. Ладно, придется их изучить. Самое забавное, что при всех под ружье нам предлагают вернуть все к обязательной службе. Ну, в принципе... Ну что ж. Каждый грифон должен служить. Если говорить откровенно, то империя превосходит нас во всем. Если мы намерены пережить эту войну, каждый гражданин должен сражаться за Румеир. Ну, вообще-то у нас как раз-таки каждый и сражался. По крайней мере, с тех, кто был на это способен в соответствии... ...законного призыва. Кстати, если они недолгие... Да, в принципе, можно... Ладно. По крайней мере, вот эти можно достаточно быстро посмотреть. А укрепление просто прочтем. Ладно. Зря мы алмазной горе дали карт-бланш. Килл-килл, как себя чувствуешь? 9, 4... А, нормально. Сами справятся. Надо было хилл-килл тоже не делать марионеткой. Но как-то я забыл, что у них маленькая победоносная вражда. А, то есть эвакуацию мы можем провести только, если вдруг потеряли Гриффинстоун. Допустим. Тогда нам будет звучать еще меньше. Организованное сопротивление. Будет получен национальный дух не сдаваться. Поддержка войны, эффект от действий наших партизан, защита дивизионной национальной территории и фактор военнообязанного населения. Если мы не сможем победить империю на поле битвы, нам придется использовать менее прямой подход. И, кстати, насчет возвращения того, как было. Так, на всякий случай. Парбрук, еловая деревня, собираются отправить нам добровольцев. Но, скажем так, и без них, думаю, справимся. Так, продолжаем рейды. Облигации нас не интересуют. Апогада нас не интересует. Поэтому просто стоим и смотрим со стороны. Попутно ожидая решений. Как я, кстати, думал, что все будет более-менее тихо. Но нет. Такие ребята умудрились устроить какую-то заварушку. Кстати, крезаясь, судя по всему, в Венгварде особо не торопится. Хорошо держатся пёсики. Но против ордина, если же так просто не выстоят. Сторожки. Ну, просто пока они там воюют. Посмотрим. Кто контролирует резиденцию, тот контролирует Румэйр. Мы должны убедиться, что город устоит, иначе все будет потеряно. Третий столец уже. Все. Нет. Они меня удивляют. Хорошо. Чего? Вопрос, чтобы не мешалось. Так. Республика. Да подависся своей территорией. Я не знаю, что за город Скайфолл у нас должна быть идея. Ладно, Скайфолл, иди гуляй. Женевья на месте. Так что все в порядке. Ну, и тогда республику тоже отправим. Что? В одном регионе. А, тут у нас две аквильские республики, как интересно. Как говорится, не мешайте нам. Да, все стало более-менее просто. То есть, территория, с которой мы непосредственно граничим. А, война закончилась. Так, ладно. Просто прочем что-то дальше. Кольцо Огня. Верение. Один из наших важнейших городов. Если он падет, то все наши военные усилия пойдут прахом. Мы должны защитить его любой ценой. Стоп. Это же... Да. Та территория, которую мы должны контролировать. По итогу. А, кажется я понял. Мы могли это разблокировать, только... превратишься обратно в королевство. Если я правильно понимаю. Ну и Кольцо Крови. Мы должны расширить укрепление вдоль западных берегов Ромейра, чтобы изнурить противостоящие нам имперские войска. Ну, как мы помним, это... Не особо подключен вариант, потому что империя просто перестает нас атаковать. В какой-то момент. Ну что ж. Мы возродили Коррес Ромейр. Которая теперь весьма явно доминирует на континенте. И благодарю всех за внимание.